Британская газета Guardian опубликовала карту распространения тигровых комаров, которые переносят опасный вирус Денге. К удивлению многих, центральная часть Молдовы на карте окрашена в красный цвет. Это значит, что комары там уже прочно обосновались. Газета использовала данные британских ученых, которые установили, какие есть риски для Европы из-за глобального потепления. Климат в Европе меняется и до наших широт добираются виды, которые здесь никогда раньше не жили. У этих комаров есть одна особенность. Они не переживали наши зимы. Если вода замерзает, соответственно, и все личинки, отложенные в эту воду на зиму, они просто замерзали. Но сейчас идет глобальное потепление. Лихорадка Денге – это тяжелое заболевание, по симптомам похожее на грипп. Обычная форма протекает с лихорадкой, интоксикацией, сильнейшей болью в мышцах, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Но есть еще и осложнения с кровотечениями. А еще у вируса есть такая особенность. После первого укуса заболевание обычно не развивается. Заболевание развивается, если произошел второй раз укус. Почему? Потому что после первого укуса тот же самый организм человека начинает производить какие-то антитела. И вот эти антитела, потом уже, встречая вирус второй раз, они помогают ему прицепиться к организму человека и развить болезнь. Вот такая интересная специфика в этой болезни. Случаев лихорадки Денге даже завозной у нас не фиксировалось. Было пару случаев завозной малярии. Но может ли все поменяться? И при каких условиях лихорадка Денге может ударить по Приднестровью? Смотрите завтра в программе «Отражение».